Здравствуйте! На Первом Карагодинском новости в студии работает Сергей Высокосов. Сегодня вы узнаете. Жителям второго квартала города Шахтинска этой зимой придется жить с печным отоплением. В Ултавовском районе Карагодинской области появилась новая стела под названием Булантинская битва. В Караганде прошли съемки продолжения эпопеи «Путь лидера». Так сложились звезды. Жителям второго квартала города Шахтинска и этой зимой придется жить с печным отоплением. Все из-за нехватки денег. Со слов жильцов семи домов улицы Спортивная, для подведения теплотрассы Акимат с них требует около 6 миллионов тенге. А у местных чиновников на этот счет своя правда. Они при виде нашей съемочной группы от запрашиваемых шестизначных цифр начали отказываться. Но при этом не смогли назвать и точные суммы, необходимые для подведения благ цивилизации. «Через дорогу протянули бесплатно абсолютно, и элеватор им бесплатно, и трубы бесплатно, они вообще никакого взноса не взносили. А с нас теперь нужна эта сумма. Это тоже неправильно». Жители второго квартала, где и расположены злополучные семь двухэтажек, возмущенно и с завистью рассказывают о соседних домах. Ведь центральное отопление, ставшее для них мечтой, соседям с противоположенной улицы провели бесплатно. Со слов жителей, им же Акимат поставил ультиматум – либо находите около шести миллионов, либо сидите в холоде. «У нас хотят семи домов, чтобы мы скинулись только на трассу 5 миллионов по семьсот две тысячи. Это только на трассу, при том, что у нас семь домов, и в каждом доме по 16 квартир. Не все могут скинуться деньгами, так как у нас много людей, которые не платежеспособные. У нас нет такой возможности. Так это только на трассу. А протянуть от трассы к дому – это еще одна копеечка». В этих домах в основном живут старожилы. Многим из них уже за 70 лет. А Левтина Солоха всю жизнь проработала в школе. Сейчас пенсионерка живет одна. «Родственник помогал. А сейчас он заболел, ему тоже уже за 70 лет. В этом году он не сможет мне вообще помогать, и я не знаю, как мне жить». Такая же ситуация и в этой квартире. Одинокая 85-летняя бабушка зимой просто существует. Ведь топить печку ей не по силам. «А мне меня обогревают. Я не готовлю кушать. Я ею и хожу». А в местном Акимате от запрашиваемых шестизначных сумм при нашем визите тут же отказались. Деньги на проведение теплотрассы действительно нужны, но не такие, пояснил чиновник. «Точную сумму я не могу сказать, но определенный объем работы там у нас есть, потому что они могут, например, выбрать иные материалы. То есть у нас ценовая политика разная. То есть поставщик может другую цену предложить, иную цену. Поэтому мы не можем конкретно утверждать, что именно такая цена может быть. Они могут и дешевле это сделать. То есть это уже их нести. Как они сделают, так и получится». Всего, по словам руководителя отдела ЖКХ Акмалхана Абдежалилова, на проведение теплотрассы необходимо 11 миллионов. Из бюджета таких денег не выделено, поэтому придется ждать спонсорской помощи. А на дальнейшее подведение тепла от трассы до своих квартир жильцам придется собирать деньги самостоятельно. При этом какую сумму нужно собрать, чиновник не пояснил. По всей видимости, жителям второго квартала города Шахтинск и в этом году придется топить буржуйки. Аймамрина Жасулам Макулбеков, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. В Каркаролинском районе пожар охватил огнем около 18 гектаров площади. В результате погибло 170 голов крупного рогатого скота, а около 300 голов пришлось сдать на убой. Площадь возгорания, которая началась три дня назад, составила около 18 гектаров. Из-за усиления ветра пламя распространилось на пастбище Щикбай, Кинсай и Харагаш. В борьбе с огненной стихией было задействовано около 80 спасателей и более 10 единиц техники. Несмотря на старания пожарных, уберечь христианское хозяйство Армтай от ущерба не удалось. Лишь на данном предприятии заживо сгорело более 400 голов мелкой скотины. Пока по предварительным подсчетам пало 175 крупнорогатых. По словам местных чиновников, пожар еще не потух. В некоторых регионах района до сих пор горят поля. Причиной пожара стал трактор жителя села Белдиутас, каната Аспанова. Сейчас по этому поводу возбуждено уголовное дело. Из-за жаркой погоды в районе пламя перешло в другие местности. Но мы делаем все возможное. Не нужно страшиться повышения курса иностранной валюты. Об этом открыто заявил директор научно-исследовательского института «Новая экономика и системный анализ». Ее не нужно бояться. Все это необходимо поддержать. По словам эксперта, цены на нефть и сырье падают, курс доллара растет, а это отрицательно сказывается на нашей отечественной валюте. Тенге перестанет быть конкурентно способным. Для того, чтобы это избежать, необходимо что-то предпринимать. Правительство это предвидело. Бизнесмены лично пообещали президенту, что не повысят заработную плату и стоимость продуктов не будет выходить за пределы разумного. На сегодняшний день средневзвешенный курс доллара составил 218,61 тенге. Об этом сообщил сайт казахстанской фондовой биржи. Паникую, бежать в магазины, скупать все подряд, все глупо. Вы, наоборот, повышаете цены, а тем самым провоцируете бизнес, чтобы поднимали они цены. Не надо паниковать. В Улутаусском районе есть около 800 исторических артефактов. Все они представляют собой кладезь национальной идеологии и культуры и туристического потенциала страны. Обследование этих исторических памятников может помочь в воспитании молодого поколения, а также в притоке иностранных туристов. Такое заявление сделали участники республиканской научно-практической конференции под названием «Улутау колыбель народа». Конференция собрала ведущих специалистов по истории периода казахского ханства, деятелей науки и культуры, краеведов со всей страны. Подобные встречи призваны формировать чувство гордости за свою страну, сопричастности к строительству нового государства, с совместной ответственностью за судьбу страны и будущих поколений ее граждан. Ученые видят конкретную пользу в научном обмене информации, за которым стоят систематизация и публикация выявленного и изученного материала по истории казахского ханства. Именно «Улутау» стал домом предков для казахов. Величие этой земли, которая является не только географическим, но и историческим центром Казахстана, в значимости порожденной великими событиями национальной истории, связанными с объединением казахских родов. Поэтому мы должны беречь нашу колыбель. Со слов участников конференции, сейчас много забытых исторических мест, которые не получают поддержку государства. Наши ценные артефакты истории почему-то хранятся за рубежом. Например, камень, на котором делал записи Великий Тимирланд, идя в поход на Токтамыс-хана, хранится в Эрмитаже Санкт-Петербурга. У нас же лишь его копия. Нет нормальной дороги, ведущей к местам захоронения Алаша, Жуша и Токтамыс-ханов. Не развита инфраструктура. Все это лишь единицы примеров, приведенных на заседании. На Западе люди живут за счет того, что рекламируют свои туристические зоны. Если бы мы также использовали все возможности этого района, наш туризм мог бы превзойти любые знаменитые страны. Также на заседании обсуждались истоки казахской государственности и Булантинская битва. Все события, которые рассматривались на научном собрании, происходили много веков назад в ареале улытауских гор. Возможно, и поэтому улытау ныне называют домом предков для казахов. И видят в священных местах не только географический и исторический центр государственности, но и туристический потенциал. Аймам Рина, Уржат Кабасов, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Продежный, прочный для тех, кто ценит качество. В Караганде прошли съемки продолжения эпопеи «Путь лидера». Так сложились звезды. Нашему корреспонденту удалось побывать на съемочной площадке. В этой кинокартине присутствуют новые лица. Главный герой, исполняющий роль президента, уже не Нурлан Алимжанов, и режиссер фильма теперь совершенно другой. Это бунтующие шахтеры-карагандинцы 1989 года. Был разыгран диалог горняков и партийных работников во главе с будущим президентом. В массовке приняли участие около полторы тысячи человек. Одежду для актеров предоставили шахты. Грим был натуральный, угольная пыль и вода. За пятую часть фильма о президенте взялся российский режиссер Сергей Снежкин. На счету у киномастера немало хороших работ. Один из них – фильм 2012 года «Белая гвардия». Также он написал сценарий к картине Федора Бондарчука «Сталинград». Своё участие в создании этого фильма режиссер объясняет тем, что казахстанский кинематограф еще очень слаб и бездарен. По словам режиссера, он хочет создать неглупое художественное кино. В первую очередь рассказать о человеке, а не президенте. Про президента взрослого, про врачей, про инженера. Он спорит про человека, про его граммы, про его судьбы. А уж эта судьба, там, вы нужно снять километр материала, драматического, страшного, великого, счастливого, глупого. Какого года? Это судьба человека. Этот человек прожил гигантскую жизнь, ошибался, имел достижение, продолжает жить. Это страшно интересно. Не потому, что он президент, не старт, ношетка, а потому, что он человек. И вообще так сложились звезды, что он стал президентом, взял ответственность за эту страну. Смена режиссера повлекла за собой и смену главного героя. Им стал актер Берик Айджанов. Интервью у него взять не удалось. Актер постоянно репетировал и учил сценарий. Сниматься в роли партийных деятелей были приглашены российские актеры. И они были даже напуганы, насколько карагандинцы вжились в роль, потерявших надежду шахтеров. Российский режиссер никому не давал спуску. Как рассказывают его ассистенты, рядом с ним бывает очень тяжело находиться. Сергей Снежкин полностью отдается работе. Он не щадит ни себя, ни других. В ход даже идут матерные слова. Российский режиссер из павильона следит за всем, что происходит на съемочной площадке. После многочасовых репетиций им был отдан указ начать съемку. Сергей Снежкин неоднократно выходил к актерам и объяснял, что и как нужно делать. Он сказал, когда вы закричите так, что сорвете голоса, сцена удастся. Сейчас съемки проходят в Астане. Фильм «Так сложили звезды» будет состоять из двух серий. Первый обещает представить ко Дню независимости. К началу нового учебного года готовы. Все недочеты и работы по ремонту школ почти завершены. Наш регион стал первым по обеспечению учебниками. Такое заявление сделал главный учитель страны Асхат Аймагамбетов на аппаратном совещании в областном Акимате. По информации руководителя управления образования, Асхат Аймагамбетова лето для школьников было организовано правильно. Почти 100% учащихся были задействованы в разного вида деятельности. Всего оздоровительными мероприятиями было охвачено около 150 тысяч школьников, которые отдохнули в загородных лагерях. По горячему питанию. Горячим питанием с начала нового учебного года планируется охватить 95% детей в 449 школах. Это 87% всех школ. А в оставшихся 80 школах, где отсутствуют столовые, будут организованы буфетные питания. Бесплатным питанием будет охвачено более 16 тысяч обучающихся из малообеспеченных семей. Школы принять учеников тоже готовы. В 89 учебных организациях завершаются ремонтные работы. Одновременно ведется планомерная работа по подготовке к отопительному сезону. 740 организаций образования получили акты 100% готовности к отопительному сезону. Потребность в педагогических кадрах составляла 82 человека. В настоящее время все вакансии закрыты кадрами, мы обеспечены полностью. В целом, работа по качественной подготовке к началу учебного года находится на контроле. Можно сказать, что в целом организация образования нашей области готова к началу нового 2015-2016 учебного года. Со слов докладчика, нехватки в учебниках в этом году не должно быть. Помощь в виде школьных принадлежностей получили около 4 тысяч учеников из социально незащищенных семей. Но есть и обратная сторона медали. В нашем регионе из-за нецелесообразности и малого количества учащихся закрылись три школы. В поселке Шерубай-Нура-Абайского, Алгабас-Пухаржраусского и Харасу-Ахтугайского районов. Ученики были распределены по близлежащим учебным организациям. По городу Тимиртау, здесь большая часть школ, 31 школа, не имеет санитарных заключений за несоответствие санитарным требованиями. Этот вопрос уже поднимается с прошлого года. Здесь необходимо финансирование. И здесь Акимов тоже, как бы, этот вопрос на сегодняшний день очень актуальный. Акимов области Нурмухабет Абдебеков поручил держать этот вопрос на контроле. 1 сентября готовность всех школ должна быть идеальной. Глава региона также отметил, что особенно важно сдерживать цены в школьных столовых. Аймамлина Лжасгабасов Арман Нартаев, 1-й Карагандинский. В Караганде начался сезон сельскохозяйственных ярмарок. В субботу, 22 августа, жители порадовали дешевыми продуктами питания. Мясо, овощи, мед, яйца и многое другое привезли производители из 8 районов области. Убедиться, действительно цены низкие, решили и наши корреспонденты. Суббота, утро, а на участке напротив магазина «Юбилейный», что на улице Нуркина Абдирова, очень оживленно. Пенсионеры, домохозяйки и главы семейств спешат прикупиться дешевыми, а самое главное – качественными продуктами. Все ли им понравилось, мы решили узнать лично. Все хорошо. Ну, какое-нибудь пожелание, скажите вообще. Почаще ярмарки. Ну, не знаю, яйца пока хорошие взяла. А цены? А цены 95, ну крупные. Цены пойдут, дочка? Пойдут. А цены не приезжаются? Курица 250, это нормальные цены, спасибо. Нормальные. Ярмарка Булганшайна, Сракен Петром. Я не пропускаю ни одну ярмарку. Сейчас все делается для народа. Несмотря на повышение курса доллара, еда в цене не должна повышаться. В первую очередь нужно думать о пенсионерах и малообеспеченных семьях. Специально для карагандинцев свою продукцию привезли и производители Шетского района. Мы привезли свежее мясо, конина и баранина около 300 килограммов. Около тонны говядины. Все хорошо продается, цены приемлемые. Для предпринимателей тоже есть свои плюсы. Привозя мясо сюда, они получают помощь в проведении лабораторных исследований сырья. Им предоставляются бесплатные места для торговли. По словам организаторов торговли, ярмарки на свежем воздухе в нашем городе будут проводиться до наступления холодов. Затем торговля переместится в специально построенную для этого площадку около стадиона «Шахтер» под названием «Аулбереке». Восемь сельскохозяйственная ярмарка представили свои товары. Это мясо-моложные продукты и плодовожные продукты. Видите, цены низкие. Еще ожидаем, что на плодовожном цене еще будет ниже. Дальше пользуясь нашим сельскохозяйственным деньгами, я всех наших жителей приглашаю на ярмарку. Следующая сельскохозяйственная ярмарка пройдет 29 августа. Аймамрина, Исламбекоспан, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. В Караганде состоялась презентация личного архива заслуженного журналиста, писателя, публициста Марала Хасенова. Документы, книги, грамоты, а также многое другое предстали перед жителями города в свободном доступе. Все это было организовано Государственным архивом Карагандинской области. На публичной выставке побывала и наша съемочная группа. В экспозиции личных вещей Марала Хасена – книги, рукописи, переводы, статьи и очерки известного и заслуженного журналиста. К слову, презентация организована в честь 70-летнего юбилея писателя. Свои первые шаги в творчестве и литературе Марал Успанович начинал корректором газеты «Жанарка» в 1963 году. Затем работал в печатных изданиях «Жизказгантуэ», «Агадартана» и «Агадырская новь». С 1989 года работал собственным корреспондентом по Нуринскому району областной газеты «Урталых Казахстан». Сегодня Марал Хасенов хоть и на пенсии, но очень активен. К нынешним молодым журналистам относятся придирчиво. «Талантливых журналистов очень много, но они почему-то останавливаются, достигая определенных высот. Хотя это неправильно. Пока человек молод, нужно стремиться узнать больше, пользоваться каждым моментом, работать над собой». Марал Хасен – автор ряда книг. Также журналист занимался переводом с русского языка. Награжден медалью «Ветеран труда», юбилейной медалью «За доблестный труд», а также многочисленными грамотами и благодарственными письмами. «Каждый документ по-своему уникален. Уликальность его в том, что они сданы в подлиннике. Эти документы служат большим примером для молодежи в духе воспитания, духовно-патриотического нравственного воспитания». Собравшиеся гости экспозиции не только знакомились с экспонатами, но и поздравляли юбиляра. Не обошло и без песен и пожеланий. Аймабрина Марат Культенов, Арман Артаев, Первый Карагандинский. Сладкий медок от пасеки Калашникова в Караганде. Низкие цены, полезный и вкусный продукт. Помимо меда в этот раз были привезены натуральные конфитюры, чаи и другие сладости. Небольшой сюрприз, а если точнее, выгодная акция ожидает карагандинцев. Наш корреспондент продолжит. Мед пасеки Калашникова не первый год радует карагандинцев. В городе его знают не понаслышке, только натуральный продукт, без каких-либо добавок. В этот раз сладкая ярмарка привезла более 20 сортов меда. Гречишный, горнополевой, луговой, липовый, дягель лекарственный и многие другие. Вкусные, неприторные на вкус, еще и полезные. Для каждого покупателя найдется свой вид. Пасека Калашникова всегда рада услужить своим клиентам. К примеру, сейчас действует подарочная акция «1 плюс 1». При покупке килограмма меда, на каждый килограмм меда мы дарим килограмм разнотравия в подарок. На столах подаль от меда стоят ягодно-фруктовые конфитюры. Черемуха, красная смородина, земляника, малина, вишня, клубника. В катках становится все меньше и меньше ягодного джема. От покупателей отбоя нет. Клиентов привлекает не только уже проверенный мед, но и другой товар. Халва различных сортов, рахат-лукум, щербет, ирис, шоколадные орешки, травяные сборы. Все это попробовать и приобрести можно во Дворце спорта имени Нуркена Абдирова. Вход со стороны торгового дома Ситимол. С 10 утра и до 8 вечера без выходных. Мед пасеки Калашникова пробудет в Караганде до середины сентября. Амина Смакова, Жаслан Макулбеков, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Ну, это была последняя новость на сегодня. Всего вам доброго. До свидания. Смотрите нас на Первом Карагандинском. И вы всегда будете первыми узнавать о всех событиях города и региона. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова